всем привет мои дорогие друзья с вами юрий кот мы играем скреп механик и сегодня у нас вот такое вот транспортное средство пожарная машинка друзья от подписчика tx от него уже было очень много обзоров у нас он предоставлял очень много различной техники все весьма симпатично делает парень ссылочку на его страничку вк я оставлю как обычно в описании а мы давайте пока посмотрим что же это за зверь такой посмотрите какая у него морда он не чем-то напоминает честно говоря локомотив вот прям чувствуется мощь и все такое кстати впервые в наших обзорах задействованы стекла видите у нас застеклен есть лобовое стекло есть боковые стекла по-моему достаточно неплохо смотрится но как я уже говорил ранее наверное нужно сделать так чтобы при установке стекла много блоков когда ставится чтобы это не выглядело как сетка чтобы это было монолитное стекло ну типа как вы не знаю помните не помните в прошлых сериях я уже говорил листовой металл у нас как бы складывается давайте наверное продемонстрирую как это все вообще работает ну вот например да металлический блок и деревянный блок я пожалуй тоже возьму для того чтобы показать что же не имею ввиду мы делаем вот такую вот интересную вещь видите металлический блок он у нас ну сетка покрупнее получается и хотелось бы чтобы у стекла было хотя бы ну хотя бы также видите а у дерева получается вот таким вот образом давайте я покажу тоже типа как вагон очка не знаю мне кажется стекло должно иметь все-таки вид без вот этих вот ну без сетки чтобы все было красиво так ну давайте смотреть дальше друзья если вам нравится видосы по скрыть механику эти все замечательные штуки которые делают парни и в общем-то я там когда-то что-то делал я надеюсь что к этому вернусь как только с работой немножечко все это дело уладится ставьте лайк конечно же делитесь друзьями и подписывайтесь на канал так ну значит давайте посмотрим что к чему здесь подсоединено очень много всяких контроллеров подшипников всего 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 давайте я закрою наверное дверь классно классно выглядит не хватает правда зеркал но я думаю это не самое главное есть даже лестница которая функционирует колеса обычные у нас стоят ничего сверх выдающегося по подвесочке у нас нет но акцент делался больше на реализм посмотрите сзади есть габаритный вот эти вот огни да стопы повороты все достаточно прикольно отличная машинка получилась как по мне давайте посмотрим что у нее есть из управления я вижу что подвязана уже система подъема лестницы я вижу что здесь скорее всего есть багажник мы обязательно его откроем посмотрим зато нет капота тикси обычно делает капот делает из извивается делает вот эти все изгаляется гаврифи защищается делает двигателя похоже на настоящий насколько это возможно в общем-то вскрыть механики и в этот раз он этого не сделал но я думаю ничего страшного и так все достаточно добротно давайте сядем за руль что же у нас там есть ну во первых наверное кнопка 1 это закрывает дверь давайте посмотрим как выглядит кабина изнутри вот такая вот четырехместная машинка получилось есть коробка передач есть панелька немножко странная конечно но здесь бы по-другому наверное не получилось обычно привыкли панели на всю ширину кабины но и так принципе даже очень неплохо сколько я понимаю у каждого сиденье есть привязка кнопки для того чтобы отсюда выходить здесь здесь естественно и здесь да видите у всех есть кнопочки все привязано все работает ну самое вкусное конечно же у нас находится на водительском сиденье значит кнопка номер один как мы уже говорили это двери кнопочка номер два это сирена друзья это сирена тихо 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 вот эта сирена реализована при помощи вот этих вот замечательных штук давайте вам покажу вот такие бошки роботов типом они издают совершенно разные звуки сейчас мы найдем где они у нас стоят при помощи не в тексе реализовал пожарную сирену весьма неплохо получилось как по мне так игра и гармонь любимая я знаю что люди создают при помощи этих штук вообще музыкальные инструменты там настоящие группы роботизированные создают папа папа аккуратненько проезжаем проезжаем я хочу выехать на ровную местность для того чтобы показать вам как это все будет выглядеть чтобы нам было удобно делать обозревать машинку со всех сторон давай проезжай куда-нибудь вот сюда нет я не хочу чтобы ты стояла в траве разворотик разворотик в разворотик разворотик хорошо но машинка чувствительная хочу вам сказать сейчас попробуем немножко ее поднастроить для того чтобы она не так прям разгонялась в мощной тачке должен быть мощный движок как вы понимаете да так вот она наша машинка стоит давайте теперь попробуем сделать следующее проверить чему привязаны остальные четыре кнопки значит кнопка номер три у нас а все кнопка номер четыре поднимает лестницу кнопка номер два у нас опускает эту лестницу хорошо ну и я так понимаю что кнопка номер четыре кнопка номер два говорю кнопка номер три кнопка номер четыре опускает поднимает лестницу кнопка номер пять шесть надо думать что наверное поворачивает да видите а я вижу что здесь есть ход и мне общем то об этом сказали ход в 15 градусов то есть я нажимаю я нажимаю вот она вот так вот движется хорошо давайте попробуем посмотреть как она поднимается кнопка номер четыре да вот таким вот образом поднялась у нас лесенка кнопочка номер пять разворачиваем эту лесенку вот так вот хорошо ну и дальше наверное она не даст нам пройти давайте попробуем еще раз кнопка номер пять все она упорлась к сожалению и немножко можно было бы повыше наверно поднять эту установку которая управляет лестнице но тем не менее достаточно неплохо хотелось бы увидеть все-таки механизм который будет эту лестницу еще раскладывать потому что при помощи такой лестнице можно только котов с деревьев снимать что в принципе в америке пожарники как бы проделывать не знаю как работают у нас но пожарники сказал пожарники до пожарные пожарные друзья так будет правильнее я не знаю как у нас но в фильмах часто показывают что в америке или где-нибудь каких нибудь там европейских странах постоянно вызывает бабушка котик залез какой-нибудь и мы будем поднимать такая лестница очень даже подходит для таких целей серьезно а вот спасти кого-нибудь с какого-нибудь десятого двадцатого этажа уже конечно будет немножечко проблематично так ну с лесенкой мы с вами разобрались давайте наверное пробуем ее снова свернуть работает достаточно неплохо ничего сложного все просто реализовано и со вкусом я думаю что если сделать эту лестницу более раздвигающейся да например ну трехступенчатую чтобы было три вот таких отрезка которые поднимались то сама конструкция которая будет стоять на кузове автомобиля она будет очень громоздкой скрыт механика как уже говорилось ранее очень тяжело реализовать подобные штуки сложно но возможно и тогда наверное машина бы просто не мило такой прикольный вид как какого какой сейчас у нее он есть так кнопка номер три опускаем это все дело мигалочки у нас такие вот есть порядок видите опустилась опустилась как родная ёпта хорошо так открываем дверь и идем посмотреть что у нас есть еще но как вы понимаете это не все смотрите у нас тут есть еще кнопочки скрытая все в стиле дикси любит он такие штуки замороченные все достаточно классно он делает передок просто охренеть мне очень нравится а кстати я же хотел немножечко под уменьшить мощность да давайте наверное на парочку вот так вот опустим опустим потом проверим как она едет морда красивая все классно моща чувствуется вот они здесь баки там краник встроенным да все по реализму все классно так ну что давайте тогда посмотрим что это за кнопка такая кстати я хочу сначала посмотреть одна ли она здесь или не одна до кнопочка одна видимость нее все остальное и открывается давайте разбираться ну в общем как мы уже знаем как теникси делает это панелечкой кто помнит мусоровоз серию про мусоровоз четкий мусоровоз называется можете посмотреть плейлистах кстати мусоровоз рабочий и с рычагом правда не таким как все привыкли видеть но он работает там была скрытая панелька здесь она есть тоже вот таким вот макаром она разворачивается круто просто просто и со вкусом как говорится смотрите ничего нет опа но что то есть вот такие вот дела и видите есть два отсека я так понимаю эти отсеки нужны для ну всякого спасательного барахла там багры молотки топоры какие-нибудь кувалды там двери взламывать да или что-то еще шланги огнетушители и все такое сейчас мы будем смотреть что же там у нас имеется значит начнем наверное с этой кнопки нет наверное нужно начать с этой кнопки о папа смотрите как она открывается эта панелька лоб развернулась о папа огнетушители друзья это огнетушители давайте я поставлю сюда лифт и мы рассмотрим это все получше немножечко вот таким вот образом видите как прикольно он сделал там я внизу вижу уже контроллер здесь можно даже прятаться если бы здесь не были огнетушители хотя нет человек наверное об не докрашен или уж не докрашена можно наверное немножечко поподкрашивать тот цвет или не тот нет это особенно светлый да будем по пути доделывать машинку наш наверное вот этот цвет я думаю да вполне подходит вот таким вот макаром ну чё классно классно выглядит все хочу вам сказать просто невероятно просто отлично огнетушители конечно же мы не можем ими пользоваться не можем взять но претензия на нормальность есть они очень даже напоминают те самые огнетушители которые мы привыкли видеть в жизни хорошо убираем лифт убираем лифт вот таким вот образом и проверяем что у нас лежит во втором кармане вероятнее всего как-то вот здесь это все ага смотрите а этот отсек у нас складывается по-другому тоже не менее прикольно круто мне так нравится я бы вообще игрался очень долго посмотрите красиво это все реализовано давайте поставим лифт и посмотрим что у нас здесь стоит там я уже вижу какие-то трубки есть трубки есть вентиля есть какие-то наверное резервуар для воды да там стоит могу ли я сюда залезть давайте вот так нет не смогу я наверное так сделать давайте попробуем поставить лифт просто поближе надеюсь нам это как-то поможет вот таким вот макаром да вот есть трубки есть резервуары и даже видите вот прям хомуты и соединители все как в реальной тачке друзья круто круто ну и наверное эти кнопки надо думать они работают да видите при помощи этих кнопочек можно управлять лестницей вот таким вот образом не очень это конечно удобно но это имеет место быть потому что не всегда удобно разворачивать лестницу когда человек находится в кабине водителя должна быть возможность сделать это конечно же и другой части автомобиля точно так же кстати это работает у нас и в четко мусоровозе там тоже есть возможность работать из кабины а есть возможность работать с улицы вот таким вот образом складом я наверно не попал я наверно не попал давайте попробуем обратно вот так вот вроде вроде бы вот так куда опускаем но с кабины потом еще подкорректируем пусть пока стоит так классно все сделано вообще никаких претензий нет tx молодец в общем как обычно я не сомневался даже так нажимаем эту кнопочку что произошло а смотрите багажник открылся сейчас мы до него дойдем давайте наверно позакрываем все эти штуки нет рано значит кнопка номер раз закрывает у нас панель а монолит смотрите вообще просто круто и кнопка номер два у нас а нет не закроет наверное вот эту кнопочку разворачивается у нас эта штука оп немножечко цепляет но в целом все достаточно неплохо вот эта кнопка она у нас открывает закрывает багажник знаете что я хотел я хотел на багажник приляпать еще запаску запаска мне кажется там нужна но как говорится на вкус и цвет мне кажется что у такого автомобиля должна быть обязательно запаска она у нас будет стоять как-то наверное так я не знаю откроется у нас нет и вот эти штуки можно тоже в красный выкрасить давайте попробуем оп да не знаете наверно не в красный наверно и в белый белый это будет симпатично смотреться вот таким вот образом такая вот ну как у нас обычно на машинки выкрашивают разметка ее такая техническая все вот такая вот машинка у нас получилось ну и здесь конечно же тоже ляпнуть вот оно колесо теперь мне интересно проверить как будет это колесо у нас открываться пробуем открывается вообще без проблем нет мешает колесо давайте наверное его снимем а так все он дальше не поднимется да давайте попробуем еще раз закрылась и открылась но в общем как говорится на вкус и цвет давайте посмотрим что она здесь лежит я вижу здесь свернутый шланг есть целая куча коннекторов которым привязана лестница и и все привязана лестница привязаны повороты влево вправо и повороты вверх вниз лестница работает от этих коннекторов друзья этот коннектор ничему не подключен я так понимаю это чисто для вида для реализма ну какой-нибудь механизм сложенный шланг которые пожарные будут растягивать и есть вот такой вот вентиль при помощи которого будет подаваться вода так ну что ж все хорошо колесо принципе можно даже вернуть давайте попробуем это сделать вот таким вот образом все будет у нас тут колесо на багажнике машина мощная вдруг чем произойдет с колесами как менять а тут опа и запаска есть можно даже две поставить в общем это уже как кому угодно так нажимаем нажимаем и выкрашиваем это все дело белый цвет конечно чтобы это все красиво смотрелось вот такие вот дела друзья но это еще не все есть еще один отдел вот здесь вот он находится здесь стоит у нас решеточка обман очка вот такая и есть еще один отдел я не знаю кладовка для видимо для инструмента давайте попробуем как это работает вот наверное эта кнопка потому что не понял что она делать да действительно смотрите здесь находится молотки топоры для того чтобы можно было беспроблемно попасть в горящую квартиру но и спасти пару детишек каких-нибудь там или бабушку которая не может выбраться или еще кого в общем любого человека который находится за этой дверью вот такие вот няшности у этой машинки есть классно друзья классно реализована классная расцветка классный дизайн и крутые механизмы давайте я еще раз продемонстрирую значит эту кнопку мы нажимаем закрывается задний люк не задний правосторонний люк с правой стороны который находится нашего автомобиля на кузове и попробуем теперь открыть снова я вам покажу эти отсеки мы посмотрим как это выглядит опять очередной раз видите каждый механизм работает по-разному это дверь у нас просто разворачивается пропеллером опускается мы видим огнетушители а здесь она складывается ну типа как будто бы аккордеоном да вот таким вот все весьма круто так все это дело здесь закрываем здесь складываем ну и конечно же что давайте наверное сложим все это дело все у нас тут закрылось панельку можно свернуть она нам больше не нужна вот такая вот пожарочка просто мать его круто моща прям чувствуется моща друзья давайте теперь опустим эту лестницу кстати я и четко подвел просто не до конца опустил вот этот ход в 15 градусов он действительно очень неплох потому что если чуть не довел то машинка сама за тебя все доведет давайте посмотрим вид из кабины как же здесь все выглядит ну тонировочка такая хочу вам сказать но вот опять портят впечатление стекле о том которое добавили разработчики в недавнем обновлении из-за вот этой вот сетки сетка это зло не знаю я хотел бы видеть ее блин ну хотя бы как дерево чтоб она была или металл металлический блок большими чтобы пластами это все было видите кстати немножко дрожит у нас стекло это происходит из-за того что давайте я отсюда вылезу то происходит друзья из-за того что я застрял я застрял из-за того что оно у нас подключено на подшипниках ведь макси у нас любит делать форму машины кузова при помощи подшипников и контроллеров которые прячутся где-то здесь внизу для того чтобы она стояла косо потому что сама игра не позволяет нам этого делать если мы поставим машинку на лифт как обычно то произойдет ну какой-нибудь не очень хорошее недоразумение потому что стекло станет ровным и некрасивым давайте теперь пробовать я не знаю подъедем какому-нибудь дереву классное точило просто офигенное давайте поедем мы уже немножко проехались сейчас она едет не длиннее но не знаю не знаю с одной стороны пожарная машина она должна ехать как будто бы быстро да для того чтобы успеть потушить очаг возгорания а с другой стороны она достаточно большая неповоротливая и наверное нужно я здесь не пройду да я здесь застрял получается ой как не хорошо получилось низкая посадочка в общем тачка как вы понимаете не для оффрода она типа городского типа и может ездить только там что-то у нас там происходит с колесами я не могу понять что я не могу понять что давай разворачивайся колесо у нас просто нахрен сейчас вырвет давай 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 оп хорошо вышли смотрите прошла у нас машинка я хочу подъехать какому-нибудь дереву давайте наверное поедем сюда в это поле и попробуем сориентироваться лестницей ну какому-нибудь дереву снять какого-нибудь кота например почему нет главное аккуратненько подъехать чтобы ничего не перевернулось вот 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 таким вот образом мы подъезжаем сюда не наверно далеко я стал да но это сильно большое дерево вот на вот это дерево имеет смысл попробовать все сделать значит остановились и теперь кнопками кнопка номер четыре нет кнопка номер забыл уже кнопка номер 4 вот так вот поднимается эта лестница и кнопка номер тихо 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 немножечко приопустить надо это все дело вот так и кнопочкой номер три кнопочкой номер пять мы поворачиваемся вот сюда вот таким вот образом вот так вот развернулись даже не так наверное кнопочкой номер шесть поближе кто не дерево наш код застрял где-то там и да мягко говоря наша лестница она не достает бы дерево давайте я попробую все таки развернуться и подъехать поближе вместе с ней вообще конечно этого не рекомендуется делать разложено на лестнице но тем не менее почему нет вот таким вот образом вот таким вот образом наша машинка подъезжает дерево случае если мы слишком высоко подняли нашу лестницу мы конечно же можем ее Да что такое? Немножечко назад, давай, 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 давай Давай, еще немножечко Вот так, порядочек Так, ну и кнопочка номер 3 у нас это все дело опускает Все, у нас какой-нибудь гном А давайте попробуем, почему нет? Давайте попробуем туда взобраться Ну, уже играть так играть Главное не переигрывать Почему нет? Так, ставим тогда вот сюда лифт какой-нибудь Да, должна быть, конечно, лестница Но походы по лестнице в этой игре, как вы понимаете, реализованы очень херово Это мягко говоря Вот таким вот образом я сюда лезу И мы снимаем нашего котейку Вот так вот Ручонки у гнома, правда, короткие Но мы будем представлять, что где-то здесь находится ветка И, в общем-то, все достаточно неплохо Сняли нашего кота и спускаемся вниз Вот такие вот дела, друзья Ну что, я не буду демонстрировать, как машинка едет Потому что в этом мире это делать достаточно проблематично Как вы понимаете Немножко мы покатались Главная фишка этого транспортного средства В его раскраске В его визуализации В его навороченных механизмах, которые стоят Это двери, которые достаточно прикольно складываются Давайте я вам еще раз продемонстрирую это Я просто не могу навосхищаться просто этим творением Открываем вот так И открываем вот так Ну и багажничек, конечно, тоже можно открыть Вот таким вот образом все это у нас размаживается И я что-то не понял Не открывается у нас багажник Я что-то, наверное, неправильно делаю Или знаете что? Наверное, что-то заклинило Может быть колесо? Может быть колесо? Давайте уберем колесо Да, видите, все открылось Просто колесо у нас прилипло к нижнему бамперу Поэтому багажник не открылся В общем, вот такой вот вид имеет машинка Кому понравилось, друзья, ставьте обязательно лайк Не забывайте подписываться на канал У нас будут другие транспортные, не менее интересные средства Сделал этот крутой пожаротушимый мобиль Подписчик под ником TRXC Ссылочку на его страничку я оставлю, как всегда, в описании Ну, а пока, мои хорошие, вы знаете Всем до новых встреч, до новых видео Пока